Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем готовить очень вкусный и красивый торт без выпечки. Такой десерт особенно актуален в летнюю жару. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Сначала подготовим все, что нам понадобится. Затем берем 300 граммов печенья типа сахарное или топленое молоко. И превращаем его в крошку любым удобным способом. Будь то блендер, мясорубка или обычная скалка для раскатки теста плюс пакет. Полученную крошку высыпаем в глубокую миску. Добавляем туда 150 граммов растопленного сливочного масла и хорошо перемешиваем до увлажнения крошки. Затем берем плоскую тарелку или блюдо. Ставим разъемное кольцо диаметром 20-21 см и высотой 10-12 см. Высыпаем внутрь подготовленную крошку. Разравниваем. Хорошо уплотняем. Накрываем форму пищевой пленкой и отправляем в холодильник примерно на 30 минут. В это время займемся творожной прослойкой. В небольшой сотейник высыпаем 25 граммов быстрорастворимого желатина. Вливаем 150 мл кипяченой воды, остывшей до комнатной температуры. Размешиваем. Ставим на небольшой огонь. И нагреваем при постоянном помешивании до 60-70 градусов. До кипения ни в коем случае не доводим. Иначе желатин может потерять свои желирующие свойства. Когда все крупинки желатина растворятся, даем жидкости полностью остыть. Тем временем помещаем в глубокую миску 500 граммов творога. Добавляем 250 граммов сметаны. 120 граммов обычного сахара. 10 граммов ванильного сахара. И хорошо перебиваем погружным блендером до однородности. Затем вводим тонкой струйкой остывший желатин. Взбивать не прекращаем, пока масса вновь не станет однородной. Дальше достаем из холодильника форму сосновой. Выливаем туда творожную смесь. Аккуратно, чтобы не задеть нижний слой, выпускаем пузырьки воздуха. Снова накрываем форму пленкой. И отправляем в холодильник до полного застывания. Чтобы ускорить этот процесс, можно поставить на 20 минут в морозилку. В это время готовим прозрачное желе. В небольшую кастрюлю высыпаем 100 граммов сахара. Пол чайной ложки лимонной кислоты. Добавляем 500 миллилитров воды. Перемешиваем. И отправляем на плиту. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Варим буквально пару минут. Выключаем огонь. И оставляем сироп остывать. В это время помещаем в сотейник 25 граммов быстрорастворимого желатина. Заливаем его 100 миллилитрами кипяченой и охлажденной до комнатной температуры воды. И прогреваем на медленном огне при постоянном помешивании до полного растворения желатина. Помним о том, что температура должна быть примерно 60-70 градусов, не выше. Пока мы занимались желатином, сироп немного остыл. Самое время соединить их между собой. Хорошо перемешиваем. И даем желе остыть до комнатной температуры. Как раз есть время подготовить клубнику. Ее я взяла 300 граммов. Отрываем хвостики. И разрезаем каждую ягодку вдоль пополам. Когда творожный слой хорошо застынет, выкладываем на него подготовленную клубнику. Желательно срезом вверх. Клубнику можно заменить другими ягодами или фруктами. Но при этом нужно знать, что некоторые плоды могут разрушать желатин. Например, киви, ананас, крыжовник, манго, маракуйя. С ними желе вряд ли застынет. Нужна специальная обработка. Теперь, чтобы все ягодки остались на своих местах, аккуратно с помощью ложки наносим небольшой слой остывшего желе. И отправляем форму в морозилку на 10-15 минут. Желе должно схватиться и зафиксировать клубнику. После чего равномерно распределяем оставшееся холодное желе. Лить в одно место нежелательно. Дальше отправляем торт в холодильник до полного застывания, часов на 6. В данном случае прошла ночь. Все хорошо застыло. Можно извлекать торт из формы. Для этого берем обычный фен для волос и равномерно со всех сторон слегка прогреваем форму. Затем раскрываем ее и снимаем. Вот и все. Очень вкусный и красивый торт без выпечки готов. Его общий вес 2,7 кг. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...